Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Удивительные слова апостола Павла. И не пробовать о Боге, а признание о себе. Снаружи нападение, внутри страхи. Но кто из нас за этим не повторит этого с удовольствием, потому что это столько всего объяснило бы, что наши страхи внутри, они потому что снаружи нападение. Но Павел ведь вовсе не об этом. Он скорее себя самого чукает по носу, что какие страхи, где моя надежда на Бога? Но он откровенен, это еще важнее. Он говорит, что у него есть страх, да. Но говорит, зачем? Что вы тем же жителям Каринфа, из Македонии в Каринф, это как из Улюпинска в Париж. Вот он говорит, что я нашел поддержку вас, потому что вы не рассердились на то, что я вам писал. Уж как он свирепствовал. Сердит, резко написал. Это апостол Павел, он по-иному не мог. И вот оказывается, что то, что они это проглотили и приняли, это лучшее лекарство. И это урок для нас, потому что нас все время жизнь обличает. Мы как медуза Гаргона, а среда, жизнь, бытие, они как щит у Персея. И если мы смотрим в этот щит, в зеркало, и видим себя, мы каменеем. Потому что, ну что делать? Как справиться с тем, что мы такие, какие мы есть, а не такие, какими мы себя считаем, и никакими мы понимаем, что мы должны быть? А вот так вот, потому что зеркало зеркалом, а вот не случайно все-таки было выражение, зерцало правда. Наше настоящее зеркало – Господь Иисус. Мы в Него глядимся, и тогда мы видим себя такими, какими мы созданы. Мы созданы по Его образу и подобию. Мужчина и женщина, умный, глупый. Все в Нем можно найти. Все есть в Нем. И когда снаружи давит, ну, нас не очень давит. Мы благополучные люди. У нас есть крыша над головой. Боже мой. В даче, родственники за границей, на самолетах летаем, загрязняем атмосферу, прям как какие-нибудь американцы-европейцы. Мы благополучные люди, но возраст, он и для нас возраст. Время, оно и для нас время. И мы, словно космонавты из распавшегося космического корабля, как в рассказе Брэдбери, разлетаемся в безграничные пределы космоса. И старость отдаляет нас друг от друга. Потому что старость – это время одиночества. Старость – это время, когда не то, чтобы мы перестаем друг друга понимать, а когда нужда в понимании исчезает, потому что уже какое-то другое тяготение. Мы не рождены для бесконечного повторения, что было раньше, в юности, в зрелые годы. И старость – это время, когда мы приближаемся к новому. Но как об этом новом поговорить с другим? Никак. И тем не менее, старость – это тоже время утешения. Потому что мы слышим от Спасителя, видим его, что это время нового. Что новое мы сейчас узнаем о Боге? Вот большинство из нас, ну, кто-то был, кто-то видел отца Александра там два-три года, кто-то видел его на одной нескольких лекций, кто-то был у него там полтора десятка лет, но прошла уже треть века, треть века. В этом году в сущности, я считаю для себя, что вот в этом году он умер совсем окончательно, потому что умерла его жена, умерла женщина, которую он любил, с которой он провел жизнь, которая была ему верна. И теперь они уже вдвоем там, я вот даже не знаю, где ее похоронили, в его могиле или где-то рядом, надеюсь, что в его, сейчас увидим. И все-таки, когда снаружи давит неизвестность, снаружи давит слабость, и внутри зарождается страх, страх небытия, страх неизведанного. И вот тогда мы говорим себе, это не неизведанное. Отец Александр вошел, он знает, что там произошло. Мы словно на берегу какого-то пролива, лимана, Красного моря. И сзади напирают, наши грехи напирают, не египтяне, сзади напирают сожаление о том, как мы прожили. Сзади напирают сладостные воспоминания о том, как мы прожили. Хорошее и плохое. Все, кажется, теснит нас, потому что этого уже нету. Можем повторить? Не надо. Не надо. Впереди ждет больше, чем позади. И вот отец Александр нас встречает и провожает через это Красное море. Исход через смерть. Но это не исход в смерть, а это исход в Царство Божие. И мы уже вошли, когда крестились. Раньше, чем кто бы то ни было, мы умерли. И мы состарились для греха и молодеем для Христа. И поэтому в этом мире сейчас мы, как теща Петра, лежала в горячке, Господь подходит и просто взял за руку. Просто взял за руку. Что случилось? И она встала и начала служить. Я бы от себя добавил, если бы был евангелист, как молоденькая. И мы знаем таких женщин. И вот мы, может быть, не встанем, но мы можем послужить людям верой, кротостью. А главное, вот тем, что описывает апостол Павел, что вдруг, вдруг, среди всех обстояний и испытаний страхи исчезают, потому что мы поняли, что другие люди понимают нас. Коринфяне поняли апостола Павла. Собственно, и апостольство учеников, вот мы сегодня читали, это же ведь самые первые глава, поэтому они все тут перечисляются. Оно началось с того, что они вдруг его поняли. Они не поняли, кто он. Евангелист это очень обыгрывает и подчеркивает, но они поняли его. Это вечно новый, это Бог, это Творец, это тот, кто меня любит, это тот, кто меня не оставит, поэтому я ему скажу, смотри, больная теща тут разболела, и мы давайте Богу говорить, этот заболел, помоги ему, этому плохо, помоги ему, ну, и мне тоже плохо, пойми меня, почему, и дай мне, если не понимание, то утешение, и дай мне следование за тобой, вот, от этой литургии и в бесконечную жизнь. Аминь. Городцы, все от всей души и от всего помышления наше, Городцы. Аминь. Продолжение следует...